Герои нашего времени. Три человека погибли при тушении слепного пожара в горах Алматинской области. Временной лимит. В стране предложили ограничить работу обменных пунктов с 10 утра до 7 вечера. Популяризация через интернет. 17 миллионов тенге выделяют в Алматинской области на организацию блок-тура для вайнеров. На телеканале Томикен Бизнес Новости. В студии Эльвира Нейманбаева. Добрый день. Три человека погибли при тушении степного пожара в горной местности на территории Талдынского сельского округа Панфиловского района Алматинской области. Один из погибших – работник Жаркенского учреждения лесного хозяйства. Двое местные жители, которые самоотверженно боролись со стихией. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Кроме того, 7 человек получили ожоги различной степени тяжести. Один сломал ногу. Пострадавших доставили на вертолете село Лесновка и затем госпитализировали в районную больницу в Жаркенте. Тушить же пожар все еще продолжают. Сообщается, что дополнительно привлекли еще один вертолет. Пять человек обратились за медпомощью в результате мощного урагана, который обрушился на Уральск накануне. Шквальный ветер валил деревья и сорвал кровли зданий. Упавшие деревья серьезно повредили несколько автомобилей. В результате разгула стихии по проспекту Абулхайрхана одному мужчине в глаз попал осколок стекла. Также пострадала девушка в поселке Жилаево. В голову 8-летней девочке попал кусок шифера, сорванный с крыши. Также ветка дерева обломилась и упала на двух женщин. Семеро их сотрудников исправительной колонии в селе Заречном привлекли к уголовной ответственности. Пятеро из них в следственном изоляторе. Об этом сообщили представители комитета уголовно-исполнительной системы МВД на брифинге. Расследование началось после распространившихся в сети видео, свидетельствующих о пытках осужденных. По данному факту уже возбудили два уголовных дела. Однако каких-либо подробностей и следственных мероприятий сотрудники КУИС раскрывать не стали. Отмечу, всего за последние три года по стране зафиксировали 53 факта пыток в исправительных учреждениях. Наказание понесли около полутора тысяч сотрудников. Это вот этот случай, единичный случай. По 2018 году у нас из-за пытки в головном дело возбуждались, но ни один суд, дело от суд не дошло. Поэтому это единичный случай. Вы знаете, в стране у нас 82 учреждения. Да, действительно, вопиющий факт мы признаем. Результаты служебного расследования мы уже довели до вас. 82 учреждения за всеми прям уследить иногда не всегда получается. Но если по таким фактам мы принимаем жесткие меры. Но это не помогает, потому что это повторяется из раза в раз. Вы же видите. Другим темам. В стране предложили ограничить работу обменных пунктов с 2020 года. Такую норму содержит проект постановления правления Национального банка, опубликованный на портале открытой НПА. Одна из поправок предусматривает изменение режима обменников с 10 до 19 часов. Также предлагается по каждой проведенной операции в журнале реестров фиксировать документы клиентов. И вот для чего Национальный банк предлагает внедрить такие нормы и какие еще интересные нюансы содержит проект постановления, мы поговорим с главой Ассоциации обменных пунктов страны Арчином Галимбаевым. Добрый день. Арчин, вы меня слышите? Расскажите, пожалуйста, подробнее о новых требованиях, которые предлагает внедрить Национальный банк. И как вы к ним относитесь? Раданс. Ну, нам непонятны вот эти вот требования, о которых мы узнали только сегодня. Именно четыре требования возникают, по четырем требованиям у нас возникают вопросы. Именно увеличение уставного капитала до 100 миллионов тенге на каждый обменный пункт. Обязательное требование о 20-процентном размещении средств на счетах банков. Фиксирование каждой сделки сотрудниками обменного пункта, фиксирование каждого клиента, а также изменение режима с 10 часов до 19 часов. По всем этим вопросам у нас возникли вопросы, и мы считаем, что это предложение Национального банка, мягко говоря, немножко неадекватное. Увеличение уставного капитала приведет до 100 миллионов тенге приведет к закрытию практически всех обменных пунктов. А для чего, как вы думаете, нужны были такие новшества? Честно говоря, я не могу понять логику Национального банка. Может быть, посредством увеличения уставного капитала, посредством ограничения режима работы, пытаются каким-то образом воздействовать на небанковские обменные пункты с целью их дальнейшей ликвидации с рынка Казахстана. А как, на ваш взгляд, может отразиться как раз ограничение времени работы на доходности обменников? Ну, не секрет, что многие обменные пункты работают круглосуточно, и это удобно для клиентов, которые могут обменять валюту не только с 10 до 19 часов, а также до работы, после работы и так далее. Зачем ограничивать то, что прекрасно функционирует? Это приведет к необходимости инкассации каких-то денежных средств, обменных пунктов, обязательной инкассации в банке. А также останутся без работы многие кассиры, охранники, которые работают ночью. И неудобства возникнут у клиентов, которые меняют валюту в аэропортах, в каких-то вокзалах и так далее. То есть вообще логика Национального банка мне на самом деле непонятна. А что вы думаете по поводу предложения о регистрации данных всех клиентов по каждой операции? Зачем это нужно? Ну, скорее всего, чтобы взять клиентов под контроль, чтобы какие-то сделки были более прозрачными, но каждую операцию, даже там 1 доллар, 5 долларов, 10 долларов, фиксировать данные клиента, я считаю, что это не совсем нужно в данный момент. А потребуют ли все эти новшества дополнительных затрат со стороны бизнеса? Ну вот, смотрите, еще есть такой момент, как 20% обязательное условие о 20% размещении уставного капитала в банках. Вот это вот условие нам тоже непонятно, и оно вызывает много вопросов на самом деле. То есть 20 миллионов тенге мы забираем у одних частников и передаем другим частникам. Для чего это делается и как это отразится на деятельности ныне существующих уполномоченных организаций, конечно, это большой вопрос. Мне кажется, что в регионах, если не говорить о Алматы и Астане, допустим, взять Караганду, взять Восточный Казахстан, для регионов это очень большая проблема, это очень большие денежные средства, и необходимости иметь 20 миллионов на счету и 100 миллионов в кассе, никакой необходимости нет. У них нет такого оборота, и такие сделки у них вообще не производятся. Ну, пока, получается, новшества же вынесли на обсуждение. Насколько, на Ваш взгляд, реально принять эти нормы? Ну, принять, конечно, могут, и на самом деле, если есть такая необходимость, то, как говорится, никто никого не послушает, но не хотелось бы, честно говоря, чтобы таким путем ограничивали деятельность обменных пунктов, участников рынка, полноправных участников, да, которые составляют на данный момент достойную конкуренцию банкам и занимают определенную нишу на валютном рынке Казахстана. Спасибо большое за исчерпывающую информацию. Будем надеяться, что в Национальной Банке прислушаться ко всем участникам рынка. А мы продолжим. Спрос на казахстанскую пшеницу в Китае увеличился в шесть раз. С начала года в Поднебесную отправили 600 тысяч тонн зерна на 135 миллионов долларов. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказали в Министерстве сельского хозяйства. О ведомстве добавили, что республика намерена нарастить позиции в экспорте масличных культур и в частности льна. Кроме того, во время переговоров с представителями Китая наша страна предложила инвестировать в строительство отечественных заводов. Также министрам было предложено развивать перерабатывающую отрасль именно в Казахстане путем инвестирования китайской стороной в строительство маслозаводов. В прошлом году еще также были достигнуты договоренности о возможности поставки казахстанского ячменя в направлении Китая. Между тем установили причины массового падежа верблюдов в Атыраусской и Мангостаусской областях. В результате вскрытия в носовой полости животных в Атыраусской области обнаружили личинок эстроза. Напомню, в прошлом месяце сразу в нескольких селах региона пали 19 голов верблюдов, а в этот же период в Мангостаусской области погибли 8 голов. И причины назвали отравление алкалоидами. Кроме того, в пробах выявили превышение нормы кадмия. Отмечу, что он является тяжелым токсичным металлом и относится ко второму классу опасности. В Министерстве сельского хозяйства заявили, сейчас ситуация стабильная и находится под контролем ветслужб двух регионов. Сейчас ведется работа со здоровыми верблюдами. Проводим вакцинации, обеспечиваем необходимыми лекарствами. Гебель верблюдов прекратилась в конце июля. Всего в нашем регионе имеется 7900 верблюдов. Работа по борьбе с паразитами будет на контроле. До 900 фактов браконьерства фиксируют ежегодно только в Алматинской области. Причем количество нарушителей с года в год растет. Между тем, егерям частных охотничьих хозяйств, в функции которых также входит охрана от браконьеров, они имеют должных полномочий и даже разрешение носить служебное оружие. Все это ставит под угрозу безопасность иностранных туристов. Дело в том, что егеря получают от государства квоты на организацию охотничьих туров. И в большинстве случаев подобные путевки приобретают зарубежные любители экстремальной охоты. Однако в связи с ростом браконьерства у владельцев охотничьих угодий растет и беспокойство за безопасность иностранных туристов. Мы имеем перед туристами очень большую ответственность. Они должны приехать живыми, здоровыми. И точно так же они должны уехать, насладившись охотой и отдыхом. Сотрудники охотничьих хозяйств и егеря, конечно, могут составлять протоколы на нарушителей, но постановления не могут выносить. Эти полномочия только у нас. Наши эксперты изучают эти документы и потом выносят решение о штрафах. Что касается вопроса о ношении служебного оружия, то его решение уперлось в требованиями Министерства внутренних дел. Я думаю, нужно уделить внимание этой процедуре. Тем временем свыше 17 миллионов тенге выделяет Акимат Алматинской области вайнером для организации блок-тура. Таким образом, руководство региона намерено пропагандировать красоты края ЖТСУ. Для участников требования довольно простые. Главное, чтобы у инставайнеров было более 1 миллиона подписчиков и у ютуб-блогеров свыше 500 тысяч подписанных пользователей. Проект с гонораром в 10 миллионов тенге рассчитан на 12 человек. Они будут вещать о красотах пяти самых сакральных мест региона. Это озера Кульсай, Каэнды, Черынский каньон, Аули-Агаш и национальный парк Алтын-Емиль. 10 миллионов составляет гонорар вайнеров, в который входит 12 человек. А также входит питание, проживание, проезд и распечатка анонсов, проведение анонсов данного проекта, то есть распечатка баннеров, буклетов, афиш и так далее. Представители МИДа Поднебесной прокомментировали недавнее заявление министра обороны США касательно размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что думают об этом китайские дипломаты, подробнее в обзоре аналитиков Bloomberg. Китай не будет сидеть сложа руки и примет контрмеры, если США разместят ракеты наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это необходимо для защиты интересов национальной безопасности. С таким заявлением выступил директор департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД Поднебесный Фу Кон. По его словам, Китай не будет первой страной, которая применит ядерное оружие в случае конфликта. Напомним, накануне министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер объявил о планах разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие недели. Эта инициатива будет иметь негативное воздействие на стабильность почти по всему миру, утверждает Фу Кон. Кроме того, представитель МИД Поднебесный призвал другие страны, в том числе Южную Корею, Японию и Австралию, не давать согласия на установку американских ракет на их территории. Поскольку это не будет соответствовать интересам безопасности, сообщил китайский дипломат. Он также добавил, что Пекин пока не намерен проводить совместные переговоры касательно этого вопроса. В основном это связано с разницей в объеме арсенала. Между тем, Россия может приступить к разработке ракет средней и меньшей дальности, если США начнут производство после денонсации договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Напомню, Вашингтон официально вышел из договора в конце прошлой недели. Ранее американские власти обвинили Москву в нарушении соглашения и нежелании возвращаться к его соблюдению. Однако в Кремле такое заявление отвергали. Теперь не исключается, что выход Штатов из пакта приведет к возобновлению гонки вооружения. Владимир Путин также заявил, что Россия готова начать переговоры. А вот британские летчики намерены облететь вокруг Земли на истребителе Speedfire. Двое пилотов вылетели из аэропорта в Гудвуде накануне и теперь собираются преодолеть более 43 тысяч километров на раритетном военном самолете. К слову, эту боевую машину нередко использовали во времена Второй мировой войны союзники Британии. В целом путешествие, как предполагается, займет более четырех месяцев. За это время британцы пролетят над 30 странами и ожидается, что полет станет самым длительным. Это наша мечта. Мы давно хотели облететь планету на этом истребителе. Мы пролетим над 30 странами, 26 из которых он был использован во время войны.